Всем привет! Вы на канале ЭтС-Страшилки. И сегодня мы поговорим о самом любимом герое канала Мепета-Страшилки. Пока пожирать, я снова. Всем большое спасибо за 50 подписчиков на моем канале. Для меня это уже большой шаг. Ведь я понимаю, что целых 50 человек уже регулярно ждут моих видео, оставляют комментарии, ставят лайки. Да и вовсе интересуются моим творчеством. И поэтому в честь 50 подписчиков я решила сделать прямой эфир в своем инстаграме. Он начнется 29 июля в 14.00 в Москве. Я жду всех вас в своем инстаграме, ссылку на которую я оставлю в описании. Ну а теперь давайте перейдем к делу. Давайте начнем с самого начала, когда Баку являлся сонью во снах, пугал ее и его шалки, чтобы она вызвала его. Почему Баку заинтересовалась именно ей? Почему именно ее выбрала в качестве своего посредника между реальным миром и царством снов? Возможно, тут опять дело в Кире. И возможно, Кира была знакома с Баку. Но сегодня у нас как-никак не теория, а именно обсуждение персонажа, так что оставим это на следующую серию. Насколько вы помните, до того, как стал добрым, Баку мог бы и устроить хаос в реальном мире. Это мы узнаем из серии, где Соня звонит, она же из будущего. Тогда говорите, что Настя ночью вызывала какого-то духа. И в итоге потом за Соню приходит Баку в самом конце. Так что, скорее всего, этим духом, которого вызывала Настя, и был Баку. Но зачем ей его вызывать? Это остается загадкой. Первая серия, где Баку стал помогать Соню по собственному воле без всяких подвохов, была серия Баку против уклана Бэй. Тогда он не стал пытаться украсть книгу, не стал избегать цели Настя, а просто ждал когда Соня ночью, а не столько часов он ждал. Никому не известно. Но что странно, он не стал пахать. Хотя раньше у него такого пожелания полного. Сразу же после этого вышла серия петель Баку с белым шифром, где мы и вовсе уже узнаем, что Соня стала каким-то важным для Баку, и именно она его слабость. Ну, вы понимаете, древний дух, который творил зло, и которого все боятся, внезапно стал добрым, стал помогать какой-то девчонке. И именно она стала его слабостью. Наоборот, и хотела этого. С этих серий Баку постоянно помогал Соне, стоило ей его вызвать. Самыми раскрывающими для Баку сериями, я считаю, серии, где он оставался в чем-то теле. А также серию Баку больше нет, где мы понимаем, что он полностью пожертвовал собой, царством снов, книгой, чтобы спасти Соню. Он оказался в неизвестности, понимая, что выхода оттуда нет, что Соня оттуда не выберется никогда. Также мы от Веры узнаем, что у него вообще в принципе нет друзей, и никто никогда его не будет спасать. Так что Баку, на которого все вечно обижаются в комментариях, когда он забирает чье-то тело, на самом деле неплохой. Он просто одинокий. Он просто хочет побыть на свободе. Он просто хочет пожить обычной жизнью. Так же, как мы с вами. Они вечно сидели в царстве снов, где его все ненавидят. Вспомните серию, где он оставался в теле Соне. Разве он пакостил? Разве он стал воровать книгу, устраивать хаос у Вселенной? Да ничуть. Он просто ходил в торговом центре, ел мороженое, катался на гоньках, играл в компьютер. Чего в нем плохого? Скажите мне. В его целях нет ничего ужасного. Он не хочет никому вредить. Он хочет просто пожить. Помните, как Настя обещала Баку, после того, как он в первый раз остался в теле Соне, после битвы со Слендериной, что они что-нибудь придумают, что они дадут Баку, так сказать, погулять. Но Настя же Баку приходится самому оставаться, потому что он понимает, что про него просто тупо забывают. Его используют просто как помощника, как гроба, как духа, который просто приходит на помощь тогда, когда он нужен. А во все остальное время про него просто забывают. Как будто и не было никакого Баку, и не из-за него они сейчас все еще живы и не заточены каким-нибудь духом в Баку. Мне кажется, что это нечестно со стороны Сони и Насти так поступать с ним. То есть они ему обещали погулять, но не делают этого. Как только Баку остается в чем-то теле, чтобы хотя бы ненадолго погулять, все, он ужасный, давайте на него обидимся. Либо это плохо раскрывается, либо Соня действительно совершает милиционное отношение Баку к ней. Он готов ради нее сделать все, что угодно. А она абсолютно не обращает на него никакого внимания. Мне кажется, что вряд ли она его считает таким уж другом, что она им просто пользуется. И мне очень обидно за Баку в такие моменты. Когда он жертвует собой ради нее, он жертвует всем, что у него есть. А она его просто отзывает со словами Баку, спасибо, что помог, а теперь ты нам больше не нужен. Неужели трудно просто вызывать его в церковь? Говорит с ним. Хотя бы раз в неделю. Просто вызвать, говорить по душам. Я уверена, что Баку был бы не против, что он был бы рад пообщаться с людьми, с тем более с Соней. Просто по душам, а не по поводу вечных монстров. Ему нужны друзья. Ему нужна поддержка, защита. Все-таки, да, он древний дух и так далее. Но поймите, что насколько сильными вы бы не были, вам в глубине души всегда хочется, чтобы кто-то мог вас защитить, утешить, помочь вам в трудной ситуации. Ну а тут получается, что Соня просто плевает на Баку. Просто есть и есть, помогает и помогает. И все. И разве она ничем ему не обязана? Она обязана тем, что она до сих пор жива. Только Баку. Тем, что до сих пор не украдены все магические артефакты. Тоже она обязана Баку. А теперь давайте подведем итоги. Поймите, что Баку никому никогда не хотел зла. Ну, кроме того, как стал добрым и помогает Соня. Он хочет просто пожить. Вот живем мы с вами, гуляем, общаемся в соцсетях, играем в игры. Там едим вкусную еду. А у него ничего этого нет. Небо есть лишь пустое царство снов с кучей духов, демонов, которые ненавидят его. Где он совершенно никому не нужен. Где он блуждает в одиночестве и в темноте. Поймите, что Соне страшно всего ненадолго попасть в царство снов, когда Баку остается в ее теле. А Баку там уже несколько столетий или даже тысячелетий. Почему не дать ему погулять? Почему не дать ему свободу хотя бы на несколько дней? Причем по-честному, без обидок. Почему нельзя сделать так? Ведь он заслужил это. Он уже сделал столько, что несколько депрогулок даже не окупят всех его стараний. Даже не вздумается считать его предателем. Он никогда не хочет сделать что-то назло. Ну, разве что, кроме некоторых случаев. У Соне он никогда не сделает ничего плохого. И Насте тоже. Он не хочет ничего делать назло. Он просто хочет пожить, как мы с вами. Понимаете? Древний дух, у которого под управлением все царство слов, любит просто поиграть в игры на плейстейшене. Это же уму непостижимо. Что он может сделать? Что он может вообще натворить плохого? Но на этом сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Я надеюсь, что вам понравится это видео. И вы поймете Баку, поймете его душевное состояние. Что вы не будете кричать в комментариях предатель, предатель, как только он останется в чем-то теле. Что ж, а теперь всем пока. Я жду вас всех завтра в 14.00 в Москве, в моем инстаграме, на прямом эфире. Всем удачи и хорошего настроения. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok